девочки здравствуйте сегодняшнем видео я хочу вам показать свои пластиночки новые протестировать их лакоми монтодионос и лаком катс давайте посмотрим такие вот с прошлого раза мне пришли от борт прити такие пластиночки замечательные такие вот тоже большие и одна плиточка мне пришла от катс тоже хочу посмотреть как давайте возьмем наверное вот это вот такой морская тематика и посмотрим так сейчас я постелю класть это салфеточку то есть сделаем так возьмем наверное знаете какой голубенький да от монтодионос вот этот вот лак так как у нас тут морская тематика голубой лак скребочком я тоже буду отбором брить и пользоваться это же штамп у меня тоже был третий вот такой вот видите у меня любимчиком сейчас стал минут так классно нравится вообще так все все берет любой лак любые пластиночки девочки давайте этот рисунок попробуем 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 лак очень густой такой не знаю как возьмет пластиночку посмотрим мне такая гравировка прямо все прекрасно давайте на птички попробуем все прекрасно взялось красиво очень замечательно пена такая морская очень здорово получилось так все штампик я почищу теперь возьмем давайте другой лак такой вот бирюзовый красивый а я могу еще у меня руки скользкие так что он еще возьмем давайте ракушки какие-нибудь не мне знаете чего нравится вот этот рисунок куда-то сеточка классно давайте попробуем вообще лак хорошо пластиночку берет пластиночка хорошо работает знаете быстро не сохнет с ним можно не торопиться он подсох все-таки только что сказала подсох ну ладно видите хотя он не быстро сохнет все равно сейчас я протру типсик по-новому сделаем я с точком протру по-новому сделаем давайте вот эти вот ракушки тоже красиво в общем зря я сказала что не сохнет он касса тоже сохнет тоже с ним надо ну красиво получается здесь тоже осталось немножко не знаю переведется нет все уже подсох но все равно здорово такие звездочки очень красиво мне нравится шикарно даже горы сделала на отпуск себе такую с этой плеточкой очень понравилась она мне у меня нету такой морской тематики тут рисунки хорошие можно это любой ноготочек давайте на другой лак возьмем на любой ноготочек можно сделать такой вот тоже светленький только посветлее другие такие они так что возьмем рыбочку от этих вот можно взять тоже красивый вообще лак шикарный конечно и плитки хорошие бурнбрити вообще прекрасно у них все все плитки рабочие все хорошо переносятся давайте эту зелененькую возьмем ну тонкие такие рисунки я вам скажу рыбка не перенеслась ничего даже это доделаю немножко все не перенеслось все такой просто зеленый цвет он такой плохо на нем видно здорово получилось хорошая плиточка очень симпатичная рисунки классные мне очень нравится красивый так давайте еще теперь другую попробуем эту схватит уже буду ваше время платить потом ее помою лак такое знаете он гибкий он долго вот тут сохнет и липкость такая от него вот это вот очень красивые мотивы какие цветочные возьмем давайте вот этот розовый очень красивый тоже лак плитка шикарная конечно рисунки такие обалденные не знаю возьмут не возьмут сейчас посмотрим он очень густой очень потому что не каждая ну вообще да нормально знаю вам надо сейчас не видно будет я сюда сделаю на зеленую хотя нет видно ну так слабенько факт что перенеслось все взялось видно немножечко я думаю очень красивые рисунки шикарные просто если на ногти сделать обалденно просто обалденно давайте вот этот рисунок возьмем это нет вот этот вот этот вот красивый очень листики вот эти смотрите здорово даже можно немножко раз доделать если что-то не доделали раз так раз все здорово красиво получается так убираем ночек хорошая плиточка я довольна что я ее выписала мне очень понравилось тут такие рисунки действительно шикарные так чем еще давайте вот этот розовый возьмем тоже очень лак красивый и попробуем ромашку вот эту вот сделать смотрите какой шикарный лак плитками я вообще довольна классно все смотрите какой рисунок шикарный просто ромашка шикарная ромашка только не знаю сейчас видно будет на этой типсике видно да здорово отлично так штампик чистим все давайте другую следующую пластинку посмотрим много конечно грязи все переверну чтоб чистенько у нас было так вот лак немножко так запах от него такой давайте вот эту попробуем для французского маникюра очень классная плиточка я ее тоже уже протерла немножко ну давайте можно еще чуть-чуть протереть ацетончиком чтобы она хорошо бралась но ее тоже надо в правильном направлении делать если ты ее не так сделаешь лак он это ну уйдет потому что здесь глубокие такие гравировки что ну давайте белым сделаем если это для французского маникюра значит надо белым сделать смотрим как белым белый здесь какой-то я не знаю какой-то не белый а какой-то кремовый что ли так какой же нам рисунок давайте вот эту вот сделаем посмотрим полосочку ну густой 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 я сильно снимать не буду потому что это идет ну как рисунок ах он не взялся давайте по-новому сделаем я много сняла наверное давайте другой много сняла и он густой ужасно смотрите что поэтому надо быстрее не знаю даже так вот легонечко снимать чуть-чуть так да сейчас взялся но не весь опять видите половина нет что-то мне не нравится как-то давайте половинку хотя бы сделаем видите как брать можно все равно нормально что он факт что он перенес переносится можно делать красивые такие французские маникюры давайте другой еще попробуем надо приноровиться что я еще тоже не могу правильно густой густой да это какой-то не белый а какой-то больше крем видите какой не знаю сейчас попробуем тоже сохнет я бы не сказала как говорят он плохо сохнет тоже его надо тоже правильно ну-ка неплохо видите можно несколько сделать можно одну сделать тоже здорово получается так давайте еще что-нибудь знаете я сейчас другой возьму беленький этот какой-то как крем наверное скорее всего идет вот этот белый попробуем другой рисуночек какой он липкий весь вонючий этот лак давайте вот этот сделаем да вот этот беленький уже по-другому смотрится сейчас посмотрим что получится ах полоски получились короче здесь надо потренироваться чтобы что-то получалось с первого раза конечно видите полоски их надо ну можно аккуратненько палочкой такой убрать эти полосочки а так можно дизайны красивые делать что-нибудь такое интересное вот давайте еще попробуем знаете вот этот рисунок мне интересно просто ну конечно с ним можно поиграться потренироваться так наверное я хотела ну видите что по-русски не знаю почему но можно потереть сейчас я все равно переведу посмотрим не очень не очень конечно тренироваться надо палочкой все поубирать но не очень недовольная своим результатом я конечно буду тренироваться посижу может план другой надо какой-то не знаю посмотрим так плиточка очень хорошая я ей довольна сейчас еще этот рисунок попробую сделать посмотрю что у меня получится так что насудите строго я только купила эту пластиночку так наверное сделаем нет так не пойдет так ее надо аккуратно аккуратно я много опять снесла этого лака поэтому она открывает еще раз так может и возьмет не знаю тут я не знаю надо хорошо хорошо убрать сама в этом лаке видите сколько полосок мне конечно не нравится попробуем сделать вот этот вот так криво немножко сделаем ничего это надо убрать тоже так можно делать потом наверх еще закрасить немножечко и в принципе ничего пойдет вот это вот немножко допустим до ляпать чем-нибудь вот так видите он даже можно так вот раз раз все можно делать посидеть конечно надо потренироваться хорошо убираю потом почищу вся липкая плитка вся я такая в лаке уже вся уделана ну ничего я потом все почищу все он так липкий ужасно липкий смотрите все руки все так давайте возьмем другую плитку посмотрим у нас две остается потом почищу вот это вот уже с цветочками очень красиво очень красивый дизайн такой давайте кац посмотрим я вот кац тоже не делаю как-то нравится все хороший лак ну некоторые лаки такие густые плохо переносятся сразу прямо сохнут я удивляюсь тоже вообще он такой не быстро сохнущий лак ну что-то у меня сохнет быстро давайте смотрите какой красивый вот этот оранжевый я тоже слышала от одной девушки про кац про этот что он классный такой лак но его тоже надо это так давайте перенесем смотрите здорово взялся отлично красивенько красивый с таким блеском шикарно очень красиво с шиммером плиточками я довольна плитки хорошие красивый хороший лак давайте возьмем золотой наверное этот тоже классный так вот этот рисунок классный перевелся давайте зеленый возьмем такой не знаю переведется нет перевелся классно смотрится хорошо так типски у меня окончается на своих пальцах это показывать ой задела камеру осталось немножечко показать хорошая плиточка я потом название скажу вам номера и вот эта у меня осталась очень тоже классная ткац это кац 020 номер классная плитка шикарная давайте иллочком возьмем вот этим кацом сделаем так что мне надо так эти розочки шикарные такие очень красивые много всего очень красиво получилось так у меня уже наверное не видно сейчас посмотрим попробую что нет очень здорово вообще лакц конечно лакш тоже шикарный и он не так тоже быстро сохнет я бы не сказала что он прям махом нормально красивый лак очень красивый девочки так давайте дальше давайте золотой теперь возьмем да наверное давайте это золотую делала нет еще не делала эти розочки давайте красивые очень шикарные красивые такой блеск красиво смотрите обалдеть давайте на своем пальце сделаю правда у меня все уже грязно посмотрите как шикарно смотрите как я очень здорово смотрится так теперь дальше давайте теперь розу сделаем сейчас разные пальцы сделаю теперь вот этим тоже красивый цвет номеров не написано нигде таблетка красивая очень мне нравится тут розочка тоже плиточками я конечно довольная плитки шикарные розочка шикарная получилась обалденно смотрите какая все раз на пальчики своем смотрите как здорово классно здорово так что нам еще сделать давайте вот эту веточку сделаем маленький пальчик голубенький вот такой тоже красивый они такие пигментированные все плотненькие лаки плитка классная такая гравировка хорошая глубокая здорово так видите немножко захватила грязь ничего я так сейчас краешку сделаю смотрите как здорово получилось слезоватым сделать вообще шикарно будет или серебряно так что у нас еще остается я хотела бы эту розу попробовать не знаю как она получится давайте наверное серебром ее сделаем посмотрим серебря не знаю правда как она тут такие такая гравировка широкая что у меня получится это же вам могу сказать ну посмотрим снимать сильно нельзя немножко вот так да ну ничего так давайте быстренько на этот палец ну конечно мне они маленькие я не как сказать немножко неровно сделала но в принципе можно сделать если ноготок поменьше красиво смотрится видите розу видно у меня просто длинные ногти а так здорово получилось очень даже шикарно и вот эта розочка тоже очень красиво давайте на этот палец сделаем красиво все пальцы себе по-разному так что мы сделаем оранжевый давайте попробуем оранжевый мне не видно будет на ногтях у меня здесь лак красный ну давайте тогда золото что ли ну да давайте золотой попробуем роза шикарная просто ой я много стукала не экономлю надо экономить немножко тут маленький такой бутылечек но я правда заказала два золотых два серебряных сейчас я еще один заказала знаете какой такой у них новый вышел нет немножко многое я смазала так вот новый вышел такой сиренево шиммерный я тоже его заказала мне еще не пришел сейчас посмотрим как у нас тут возьмется ну немножечко смазала конечно ну ничего смазала факт то что все равно все перенеслось очень красиво смотрите у меня просто запачканная от лака так здорово плиточка отлично работает просто супер сейчас еще хочу рисунок этот ну давайте оранжевый сделаем уж ладно кусочки очень красивые шикарные просто снимать сильно нельзя видите получилось хорошо на коротенькие ноготочки будет вообще супер смотрите ну видно да просто лак у меня красный тоже буду сейчас скоро снимать уже хожу почти три недели здесь я просто доделала ну как додела мне захотелось дизайн какой-нибудь другой я как у меня покрытие такое специально было которое смывается цитоном я сняла убрала штемпель просто захотела вот это сделать вот это сделать я сделала я долго сейчас сейчас значит для френча написано бонприти х20 тоже х20 вот даже написано хорошая очень шикарная так вот эта плиточка фролан написано бонприти тоже х43 очень красиво очень хорошая так следующая плиточка вот этот номер значит л 034 я в бонприти ее заказывала я не знаю других может тоже есть но мне с бурнприти пришло тут вообще не написано правда бурнприти так и морская тематика это плиточка у нас L 012 очень тоже хорошая рисунки красивые получаются так на первый взгляд вроде как детская ну вот здесь вот а вот эти вот рисуночки замечательные они классно смотрятся очень хорошо так что девочки спасибо всем за внимание вот у меня рука перебинтована мне кошка моя укусила когда рожала ей было больно я ей помогала и она мне хватанула за руку теперь вот я хожу с перебинтованной рукой но у меня уже заживает конечно хорошо она меня укусила цепанула меня даже там нарывает это место я думаю что это все пройдет спасибо значит всем за внимание еще раз и всем пока пока